Ноябрьск-24 продолжает свою работу и сейчас о главных темах пятницы. Переедут в другой регион. Еще три десятка семей получили сертификаты на покупку жилья. Потушили 11 пожаров. Спасатели вернулись из командировки в Тюменскую область. Творчество на каждом шагу. В Ноябрьске проходит форум «Пикник. Чему учат на мастер-классах». В Ноябрьске начались работы под сносу еще 10 аварийных расселенных домов. Дома, попавшие под снос, расположены в поселках СМП-329, Мехколонне, а также на улицах Космонавтов, Республики и Советская. Подрядчикам предстоит демонтировать все конструкции, вывести мусор, а также провести планировку земельного участка. Кстати, в этом списке из 10 домов три дома, которые горели во время недавней череды пожаров в расселенных домах. И один на состоянии которого жаловали жители соседних деревяшек. Кроме того, я хотел бы обратить внимание людей на то, что дом, который является проблемным. И вот буквально недавно у нас был сильный ветер, и люди обращали внимание на то, что стены дома на изыскателе 19 угрожают их безопасности. На него тоже в настоящее время проводится процедура выбора подрядчика, и в скором времени он будет демонтирован. Всего же с начала года в городе были снесены 35 домов, и сейчас власти проводят следующие аукционы и ищут подрядчика еще на 6 объектов. Всего же план на 2021-й ликвидировать 59 авареек, этот план будет пересмотрен. Средства, которые образуются в результате понижения цены в ходе проведения аукционов, также будут потрачены на этот вид работ. Еще три десятка семей получили сегодня сертификаты на покупку жилья в других регионах России. Свидетельство участникам новой программы переселения из авареек вручил глава города Алексей Романов. Сумма сертификатов зависит от нескольких факторов. Количество членов семьи, северного стажа работы и средней стоимости квадратного метра. Чтобы найти квартиру и заключить договор, у участников программы есть 100 дней. Вы приобретаете жилье без привязки к этой площади, любой площади. Можете приобрести два жилых, три помещения, ну кому позволит стоимость сертификата. Площадь не имеет значения. Имеет значение только то, что жилье должно быть пригодным для проживания, то есть не аварийным. Оно должно быть готовым, введено в эксплуатацию. Далевое строительство не предусматривается по этой программе. Главным событием этой недели стал Петербургский экономический форум, в котором принимает участие делегация с Ямала. Так, губернатор Дмитрий Артихов на сессии, посвященной здравоохранению, рассказал, что на Ямале кратно увеличат число генетических исследований для беременных. Год назад будущим мамам в округе уже начали делать безопасные тесты для выявления серьезных патологий у плода. Для исследования беременной женщине достаточно было сдать кровь. Теперь такая диагностика станет доступна большему количеству беременных. Мы на основе прошлогоднего опыта кратно в этом году увеличиваем количество охвата, то есть расширяем группы риска, которые будут попадать. Естественно, это все ситуации возрастные. Любые рекомендации врача, которые определяют группу риска, теперь мы думаем, что в этом году каждая четвертая наша мама, будущая, исходя из многолетних уровней деторождения, каждая четвертая мама получит доступ к этому пренатальному скринингу. В ноябрьске будущих мам будут обучать безопасной перевозке детей в автомобиле. На базе пренатального центра стартует проект детства безопасности. Несколько раз в неделю для беременных женщин будут проходить обучающие тренинги. Медицинские работники расскажут и покажут, как устанавливать и использовать детские удерживающие устройства. Первое занятие состоится уже 8 июня. Наш город станет единственным на Ямале, где будет реализована эта обучающая программа. Детство безопасности – это федеральный проект, который хватил уже более 60 регионов России. Ямальские спасатели вернулись из командировки в Тюменскую область. Больше месяца регион был объят огнем на помощь. В борьбе со стихией собрали отряды из Ямала и Югры. Людей забрасывали в самое пекло. Огонь шел сплошной стеной. Такого, говорят, бывалые ямальские огнеборцы они никогда не видели. Вот так еще недавно горела Тюменская область. Лес – сухая трава. Огонь не расплотную подходил к деревням. Это все под аккомпанемент порывистого ветра и жары. Тушили, что называется, всем миром. Мы сейчас его как бы сдержим, потом будем соединять с отжигом и уже дальше пока неизвестно. У нас сегодня вообще дочь одну обещали, но, видимо, не хватило нам. По рации на табор скажите на всякий случай, что это? Чтоб готовы были. Деревня называется Лаймы. Там население около 200 человек и все постройки, соответственно, были деревянного типа. Очень высокий лес и очень много там камыша растет, потому что рядом с деревней притекает небольшая речушка. Там очень много камыша, а по камышу очень сильно распространяется огонь, особенно при сильном ветре. Команда ямальских спасателей отстаивала деревню плечом к плечу с местными. То, что было вокруг, сейчас страшно описать. Горела даже зеленая сосна. Паника. Все начали уже готовить эвакуацию. Я говорил, что не надо, успокойтесь, мы отстоим. Ну, в душе, конечно, кралось сомнение. А вдруг что-то, ну, какой-то шквалевский ветер. Мы же опытные люди. Знаем, что нам говорить. Хорошо, что ветер в основном был вдоль села, понимаете, вдоль села. А не на село. Поворачивал, конечно. Позже в Агайский район приехал губернатор Тюменской области Александр Мор. Он лично сказал за работу спасателям спасибо. До некоторых мест добраться можно было только на вертолете. За все время ямальские спасатели потушили 11 пожаров. Команду 50 человек собирали со всего региона. Работали с утра. И так пока не стемнеет. Были моменты, когда и нам страшно. Больше всего боялись за людей, потому что пожар подходил со всех сторон. Семи сторон были окружены, как бы окопались, спустили встречный отжиг. Отошел отжиг от нас. После этого как бы успокаивались тоже. Все равно жизнь людей, как бы это тоже ответственность. Иногда огонь все же подходил к спасателям слишком близко. Мы отжигали от себя и спасали буквально там клочок 25 метров 25 на 25. То есть мы прям перебегали с места на место, чтобы самим не попасть под очаг. Были верховые пожары. Они начинали с низовых. И это происходило внезапно. Ветер поддувал быстренько. Сам огонь поднимал ветер. Создавал подушку. И происходило возгорание верхушек деревьев. Доходил до трех, до четырех этажей. Сейчас ямальцы уже вернулись домой. Для новичков и тех, кто много лет в Ямалспасе, это была настоящая проверка. Не только в профессиональном плане работали слаженно и быстро, но еще и в моральном. Когда остаешься один на один с огнем, еще то испытание. То, что я видел в Тюмени, на Ямале я такого еще не видел. Потому что масштабы были очень-очень-очень большие. И там фронт пожара по 20-30 километров примерно. Ну это, конечно, тяжело. В определенные моменты, да, но этот страх, он быстро уходит, когда понимаешь, что если действовать так, как учили, так, как умеешь, так, как надо, все будет хорошо. Сейчас ситуацию с пожарами в Тюменской области можно назвать относительно спокойной. Но если будет нужно, спасатели в любой момент готовы поехать на помощь. Юлия Левачева, Ксения Епишева, Сергей Павлов, Ноябрьск, 24. В субботу, 5 июня, отмечается Всемирный день охраны окружающей среды. В преддверии праздника депутат Госдумы Владимир Пушкарев и генеральный директор «Газпромнефтноябрьскнефтегаза» Алексей Городов встретились, чтобы обсудить актуальные проблемы в сфере экологии, законодательные инициативы и вопросы повышения экологической безопасности. Для нас было очень важно обсудить те планы, которые у нас будут в будущем и в части посещения производственных объектов. Тот опыт, который уже накоплен в компании, в части ликвидации, накоплен экологического ущерба, в том числе и советского времени, это и вывоз металлолома, это борьба с несанкционированными свалками. Сотрудники «Ноябрьскнефтегаза» помогли ликвидировать порядка 50 свалок, находившихся в черте города и в лесных мотивах. Что касается планов по повышению экологической безопасности на производственных объектах, то в этом году предприятие продолжает реализовать масштабную программу целостности и надежности трубопроводного парка, протяженность которого свыше 7 тысяч километров. Будет строиться новая инфраструктура для вывода из эксплуатации устаревших объектов. На сегодняшний день «Ноябрьскнефтегаз» уделяет существенное внимание этому направлению. Мы на сегодняшний день адаптируем нашу потребность под утвержденную стратегию целостности в целом по компании и рассчитываем стать пилотом и в ближайшие несколько лет существенно усилить это направление в части инвестиций, в части обеспечения материально-техническим ресурсом. Нефтяники помогут построить общежитие для учителей на Ямале и Речеселе Новый Порт. Там уже начали строительство жилья для педагогов общеобразовательной школы. До конца лета будет готов каркас здания, а внутренней отделкой займутся в сентябре. На общей площади в почти полторы тысячи квадратных метров расположатся 42 секции. В каждой по две комнаты, по прогнозам, учителя отметят новоселье уже в следующем году. Это не первое жилье, которое помогает возводить «Газпромнефть» Ямал. В рамках программы социальных инвестиций «Родные города» в новом порту уже построили пять многоквартирных домов. Приятно осознавать, что позитивные изменения на северных территориях происходят при непосредственном участии нашего предприятия. Ноябрьск стал местом притяжения творческих людей. В городе проходит первый форум деятелей культуры и искусства «Пикник». Он собрал почти сотню человек. Три дня опытные педагоги будут проводить мастер-классы и делиться своими знаниями. Первые занятия прошли сегодня в специальных шатрах. Из полимерного стекла с любителями театрального искусства занимался художественный руководитель Московского театра «Мир лиц» Максим Дорофеев. Особый упор был сделан на пантомиме. Есть очень много таких профильных, в кавычках, организаций, которые псевдоучат актёров, да, и внушают им, что они актёры. Они выходят и умеют только максимум, может быть, что-то говорить, как-то произнести, рассказать стишок, ну, как в детском саду. И всё. Больше ничего. Пластики, вообще, вот этого жанра, в принципе, и в принципе, вот в пластике очень мало кто сейчас обучает. Мастер-класс с именитым театралом собрал полный шатёр участников. Среди них и почти вся труппа Ноябрьского городского театра. Признаются, такие встречи с мастерами всегда полезны, они открывают новые грани. Что-то вспомнить, а что-то может и новое совсем узнать для себя. Поэтому это очень интересно, познавательно. Тем более от таких экспертов, которые сегодня впервые на нашей земле, это очень познавательно и хорошо. И слава богу, что благодарен организаторам, что они всё это дело нам предоставили. Ноябрьская книжная среда отмечена на международной карте книжных клубов. Так создатели местного литературного сообщества отпраздновали своё трёхлетие. Наряду с Ноябрьском на книжной карте отмечены русскоязычные клубы, которые находятся в Екатеринбурге, Москве, Санкт-Петербурге, Кирове, а также за пределами нашей страны. Список этот ещё не полный ежемесячно пополняется новыми участниками. Модераторы литературных сообществ надеются, что это нововведение добавит им аудитории. Ведь из-за пандемии многие книжные клубы перевели свои встречи в формат онлайн. И теперь их могут посещать все желающие, вне зависимости от своего местонахождения. Мы поняли, что, возможно, есть много ещё других модераторов, которые также сидят в своих небольших городках разных стран и хотят общаться с такими же людьми. И одна из участниц на гугл-картах создала отдельную карту русскоязычных книжных клубов мира. И Ноябрьск теперь тоже есть на этой карте. Мы надеемся, что и многие другие города в скором времени там появятся. Не только из России, да. Сегодня там есть клубы из Франции, Великобритании, США. На Ямале начался туристический сезон. По статистике, именно летом в регион приезжает больше всего отдыхающих. Причём почти все места на популярные маршруты забронировали ещё в апреле. Список внушительный. Это прогулка по Полярному Уралу, фото-туры в самые живописные районы Ямала. Ледник Романтиков, Нефритовая долина и сплав по горным рекам. Из новинок туристы смогут отправиться в двухнедельный йога-тур и побывать в городах округа. Так, на экскурсии в Новом Уренгое можно будет увидеть газовую столицу глазами первопроходцев 70-х годов. А вот в Салехарде путешественники пересядут на велосипеды и познакомятся с северным стрит-артом. Всю подробную информацию можно найти на туристическом портале visityamal.ru. В Ноябрьск отметится банту и народные гуляния. В этом году развернутся на площадке спортивной школы «Авангард». Праздничные мероприятия начнутся в 13 часов воскресенья 6 июня. В этот день хорошее настроение горожанам будут создавать артисты из Башкирии, Татарстана и соседнего Сургута, а также местные творческие коллективы. Для детей организуют интерактивные площадки, гостей будут угощать пловом. Самые сильные смогут проверить себя в армрестлинге, в поднятии гири и в национальной борьбе куреш, где по традиции победитель получит подарок живого барана. Сабанту и отметят и в отдаленном микрорайоне в Ингапуровском, но днем ранее. Там праздничные мероприятия пройдут 5 июня возле Дома культуры и кино Русь. Еще больше новостей на сайте ноябрьск24.ру и в официальных аккаунтах телеканала в социальных сетях. Субтитры создавал DimaTorzok